Привет, дорогие друзья! Давно с вами не общались, решила сегодня выйти на связь, я уже просто вторую неделю болею, у меня кое-как голос есть, но решила все-таки записать видео, пообщаться с вами, рассказать, какие у нас новости, что происходит и вообще обо всем. И, кстати, сегодня, друзья, я покажу вам, возле меня здесь много бесплатки, я вам сейчас это все тоже покажу, что нам сегодня дали, но сначала я покушаю сегодня, если я решила сделать такой день, сегодня я кушаю хлеб, а в течение недели вообще не кушаю, но просто мы только вернулись, мы ходили по магазинам, с мамой ездили, и я зашла в такой вот ресторанчик, Панера Бред, и купила еду себе. Уже не было сил стопить до дома, что у нас здесь дают. Дают вот такие бесплатные чипсы, керл чипс называется, они входят в стоимость. Я заказала сегодня себе сэндвич с авокадо, сейчас тоже откроем, и суп из французского лука. Вот так вот он выглядит. Сейчас я вам раскрою, покажу сэндвич, что сегодня дали. Так, сэндвич у нас, по-моему, с курицей, с луком, вот такое вот, очень вкусное, кстати, куриное мясо, очень нежное, оно сделано на гриле. Это называется покупайте два, два в одном, получается тогда дешевле, если купить половину бутерброда и вот такой вот маленький контейнер супа, получается где-то 11 долларов. Цены повысились, как и везде, было, конечно, это дешевле. Французский вот этот вот суп луковый я ни разу еще в этом ресторане не брала, но сегодня я попробую, мне захотелось что-то такого. Горячего, потому что, потому что горло болит, нечем, будем сейчас пробовать. Суп очень вкусный, тут еще плавает, показать не могу, тут еще плавает такой вот сыр, неплохой супчик. У нас сегодня среда, мы обычно по средам ходим на бесплатку, и завтра у нас последний день школы, потому что пятницу школы у нас нету, и начинаются каникулы, друзья, у нас весенние каникулы. Я знаю, что прошлую, по-моему, неделю во Флориду ездили все на весенние каникулы отдыхали, а у нас каникулы вот сейчас вот будут, когда уже во Флориде, по-моему, они пройдут. Вот, я не думаю, что мы куда-то поедем на этих весенних каникулах, мы хотим сберечь наши путешествия для бабули, когда она приедет к нам, чтобы вместе с ней путешествовать. Она очень хотела опять поехать в Чарлестон, Южную Каролину, потом опять во Флориду, может быть, Вашингтон, Ди Си. И если мы хотим, кстати, если вы планируете быть в Америке и хотите посетить Белый дом, это возможно, но я читала, что за 6 месяцев до Вашего путешествия нужно забронировать, чтобы они заранее знали, если Вы хотите посетить Белый дом. Вот, мы думали поехать, решили, что, наверное, будем отдыхать от всего, что я буду кушать. Взяла еще такой зеленый чай, ну, это, в принципе, называется почему-то зеленый, но это чай из маракуйи, по-моему, да, по-моему, немножко, вообще папайя чай, очень вкусный чай. Я буду кушать и сейчас Вам покажу бесплатку. Также, друзья, 2 недели назад мы ездили в Южную Каролину, встречались с семьей блогеров. Если Вы не смотрели это видео про потерянные посылки, зайдите на мой новый канал, я Вам оставлю ссылочку канала внизу в комментариях. Заходите, смотрите, оставляйте комментарии. После того, как я выставила, что мы встречались там с блогерами, мне многие написали, не с Фаннили Фо мы встречались, друзья. Почему-то у всех, если это Южная Каролина, то это только Фанни Фо. На самом деле, там много блогеров живет в Гринвилл. Мы ездили в магазин потерянных посылок, где закупаются Фанни Фо, где закупаются много остальных блогеров. Мы обычно закупаемся в другом городе, там возле Гринвилла, но немножечко подальше, то есть ближе к нам, к Джорджии, но подальше от Гринвилла. Все остальные блогеры, 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 они закупаются в магазине, в который мы ездили. Но, знаете, если сравнить, я немножко разочаровалась в том магазине, потому что там мы очень мало что нашли. Коробок мы купили мало, потому что у меня еще осталось много с предыдущего раза. У меня вот эти коробки все готовые стоят, просто я жду, чтобы немножко выздороветь и снять уже видео и распаковать их. Вот, съездили хорошо, пообщались с одной семьей блогеров, съездили к ним в гости, очень хорошо детки пообщались. В общем, хорошо очень отдохнули, на один день съездили, нам всего лишь два часа езды от Атланты, то есть совсем недалеко, можно в течение дня поехать. И пока мы стояли в очереди на эти посылки, видимо, меня просквозило, потому что я сильно замерзла, и с тех пор вот я болею. Но уже получше, это просто нос забитый и горло болит. А так нормально, главное, что силы есть работать и вставать каждый день. Ну что, друзья, я покушала, давайте я вам покажу сейчас бесплатные продукты. Я знаю, что многим интересно, хотят люди знать, также покажу, что мы купили фрукты и остальное, что мы купили в магазине Спраутс. Я очень люблю этот магазин, он похож на Whole Foods магазин, но не такие дорогие цены. Там тоже очень хороший товар, органический и очень много распродаж есть, то есть можно выгодно купить. Итак, друзья, сейчас я вам все покажу, я извиняюсь за мои грязные тарелки, я еще сегодня не успела убрать на кухне. Ну, так у меня, в принципе, все чисто, потому что я вчера делала большую уборку, просто посуда со вчерашнего дня накопилась. Давайте сегодня я покажу вам бесплатные продукты. Что я взяла? Я взяла вот такой вот куриный супчик. Эти супы, кстати, неплохие. Иногда вот не успеваешь, да, и хочется, хочется быстренько что-то покушать. Иногда вот я себе вот его такой разогреваю. Здесь у нас зеленый горошек, варенье из винограда. Не сказать, что это хорошее варенье, а там другого не было. Я взяла его, но я, наверное, его использовать не буду. Здесь зеленый горошек у нас, нет, здесь у нас стручковая фасоль. Тут у нас кукуруза консервированная, рыбка туна и органические макарошки в сыре, который такой состаренный сыр, в общем, какой-то. Так, вот это очень хорошее фирма, мне очень нравится, без глютена. Они из коричневого риса сделаны, очень вкусные. Тут у нас макарошки, здесь у нас нам дали это тесто, да, для выпечки, для торта. Здесь у нас панкейки, которые я готовлю, иногда они меня так спасают быстренько. Еще тоже панкейки, там разрешается одну, но мама взяла и дала мне тоже. Одну себе она не брала, потому что они с папой не кушают панкейки. Здесь без глютена маффины, это все у меня идет в кладовку, это я сейчас готовить не буду, это только на празднике. День рождения девочек, вот, скоро будут, так что будем готовить обычные крекеры. Они очень вкусные, с красной рыбкой, с крем-чизом, с плавленным сыром, в общем, очень вкусные. Здесь у нас тоже еще консервы, здесь обычные вот такие вот хлопья. Я взяла, и, кстати, здесь на коробке есть даже рецепты. Можно готовить маффины с этими хлопьями, а можно вот такие вот протеиновые батончики готовить. Я ни разу еще не пробовала приготовить, но идея хорошая, то, что рецепт есть, это классно. Здесь у нас, так, овощные такие тоже супчики, два. Вот еще вот такой вот супчик с курицей и с рисом. Две пачки яиц. Мама себе не взяла у нее есть, она дала мне яйца. Так, что у нас здесь еще? Здесь у нас бананы нам дали. Потом хлеб я сегодня не брала, взяла вот только булочки. Это тоже не сейчас, это я заморожу, потому что скоро будет Пасха, и мы все будем собираться. У родителей Дэвида мы обычно собираемся, поэтому я взяла булочки, это для Пасхи. Мы будем готовить вот такие вот саечки тоже для хот-догов. Дали нам опять пару бананчиков, что хорошо, и сладости. Сладости я тоже заморожу. Я уже говорила, что у девочек будут весенние каникулы, и я уверена, что у нас будут много гостей. Поэтому я взяла вот такие капкейки. Это красный вельвет Алексии, но Олька они очень любят, но мы их берем на бесплатки и иногда кушают. Они не кушают, это каждую неделю. Нам дали все сегодня, друзья, посмотрите, какую большую нам упаковку дали бекона. Так, это бекон, да, это биф. Вот, смотрите, сколько стоило, 15 долларов и такую пачку. Здесь его, кстати, очень много, что очень классно. В пятницу, когда школы не будет, я на завтрак сделаю омлет с беконом. И нам одно такое вот, одно куриное филе дали. А дальше у меня сейчас я вам покажу. Здесь у меня отдельное, это с магазина Спраут. Я уже говорила в начале видео, мама забежала быстренько, купила мне укроп. Я сегодня буду на обед картошечку молодую делать в масле и в укропе. Это мое любимое блюдо, я очень люблю так. Бабушка мне все детство готовила, вот, и девочки тоже очень любят. Яблочки купила. Так, что еще? Она купила груши. Вот такие вот, кстати, они мягкие, должны быть сладкие. Мы проверим потом. И купила два манго. Она знает, что у Нуэль самый любимый фрукт, это манго у нас всегда. Манго дома, и мы его чистим. И девочки кушают. Кстати, друзья, вы знаете, что есть разные способы почистить манго? Вы, кстати, как чистите? Я видела еще способ со стаканом, где половина отрезается и просто вот так вот по стакану проводится. И отделяется от шкурки. Я, кстати, тоже так пробовала. И хорошо работает. Так, ну вот, вот у нас вся бесплатка сейчас, друзья. А, и еще с этого магазина мама купила отруби. По-моему, она сказала овсянка, но это вот такая вот отрубная. Она сказала, что намного полезнее, чем эти овсяные хлопья, которые были работами. Вот именно вот такое вот нужно кушать. Так что я теперь буду на завтрак вот такую овсянку вместо моей овсянки. Сейчас я вам покажу, что она имеет в виду. Вот такая вот у меня овсянка. Она тоже мелкая, но она сказала, что это не то. Должна быть вот та вот полезная. А еще я заказала книжку новую. Называется правила, как бы такие фермерские правила. Эта книжка называется Farmhouse Rules. Нэнси Фуллэр, это... Сейчас, если ее фотография где-то есть, по-моему, нету. В общем, у нее есть шоу, свое шоу. Она в Нью-Йорке, у нее там фирма много гектар, и она готовит. Вот заказала, смотрите, она, значит, в Канаде. Смотрите, как цена отличается. 36 долларов, в Америке 30. Но я зашла на eBay, друзья, и заказала эту книжку за 5 долларов. И доставка была включена. Вот так мы экономим деньги. Она, ну, бэушная, но, в принципе, знаете, какая разница? Главное, чтобы внутри ничего не было написанного. И вы не поверите, она на ощупь новая. Вот она сама, эта хозяйка, которая живет на ферме. Ой, и которая любит очень готовить. Мне очень нравится ее шоу, она такая веселая. Книгу я, в принципе, не из-за рецептов заказала, а вот чтобы у меня вот что-то здесь красивое здесь в углу стояло. Но у нее тоже вкусные рецепты. Мне нужно будет обязательно посмотреть. Вот ее все внуки. Много их. А рецепты интересные. Вот свинина в соусе каком-то. Так, ну, будем смотреть. Будем готовить. Когда я выздоровлю, я уже буду получше себя чувствовать и смогу. Вот ее муж. Мне очень нравится ее шоу. Но, по-моему, уже они закончили это шоу. Но в записи, в записи можно найти. Ну, здесь у меня красиво все смотрится. Вот такой вот фиолетовый, красивый бордовый цвет. Мне нравится. Мои приправы здесь до сих пор все держатся хорошо. Только вот у меня уже многое закончилось. Соль закончилась. Корица еще есть. В общем, нужно их дополнить. Но хорошо здесь смотрится. Мне нравится. Еще я на кухню купила вот такую вот дощечку. И уже на ней, конечно же, порезала. И вот она у меня уже вот такая стала. Я на эту сторону не использую. Я ее хочу вот для декора так, чтобы красиво было. Мне очень нравится дерево на кухне. А вот эта часть уже такая пошаркана. Эту дощечку я купила в долларовом магазине за 5 долларов с моим инициалом Марьяна. Вот. Ну, вот так вот красиво у нас смотрится. А еще, друзья, я вам не показала. Я же купила в Walmart сегодня тоже шортики для лекции. Сейчас вам покажу. Тедди, поздоровайся со всеми. Все тебя видеть хотят. Поздоровайся. Хвостик забегал, забегал. Ну, скажи всем привет. Поздоровайся. Давай, тебе лайк поставят. Да, Тедди, поставят тебе лайк. Смотрите на него. Он сонный. Сейчас у нас час обед. Спать хочет. Тедди нужно уже стричь. Вот если не расчесывать его каждый день, он как барашек становится. У него такая шерсть не очень хорошая. Неровная, не кучерявая. А вот микс. Мне придется вот это все ножницами срезать, Потому что машинка, она просто не проходит Я уже пробовала столько раз И у меня занимает от двух до четырех часов Чтобы его постричь Это если я его сама Иди сюда Ну и ты, дай мне хай-фай Ну давай Это если я хочу сама его стричь Конечно, я могу его отвезти И мне это будет стоить 150 долларов где-то Потому что здесь много работы у него Вот внутри все нужно это почистить Но я обычно это делаю Мне это в удовольствие И Тедди очень хорошо переносит все Даешь ему косточку И он спокойно лежит, пока я его стригу Правда? Ну правда, ну скажи Скажи, правда Да, хвост твой, да Хвост твой там Да, твой хвост крутится Ну все, спи Мама тебя беспокоить не будет, а? Спи Да зеваешь, смотри какой ты сонный Тедди один любит Не подошло ему с Оливером К сожалению У Оливера, кто спрашивал у меня, друзья Кто интересовался, как Оливер У Оливера все хорошо Мы общаемся с семьей Оливер ездит на океан У этой семьи, которая его купила У них дом в Хилтон-Хэде Это этот островок, куда мы ездили отдыхать С бабушкой в Южную Каролину Кто не видел видео, вы можете зайти посмотреть У меня где-то месяцев 6 назад это было Вот так У них там дом, который они сдают Но они туда часто ездят И Оливер привык к океану Привык к дороге Очень хорошо себя ведет Дома не писает Видимо, они с Тедди как-то не подошли друг к другу Оливер там король Тедди тут у нас Так что мы решили, что Не будем мы пока никакую другую Ни собаку, ни животное У нас достаточно Достаточно животных Да, Тедди, скажи Нам хватит одного Тедди Да, скажи Все внимание мне Все внимание тебе Кто там? Тедди О, бабуля Друзья, буду уже с вами сегодня прощаться Болит горло Болит горло Плохо себя чувствую В общем, друзья, спасибо, что были с нами Убираемся совсем скоро И как только мне станет лучше Я обязательно сниму видео о потерянных посылках Увидимся в следующем видео Пока-пока